СМОЛЕНСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Высококвалифицированы. Коллективы. День энергетиков в городе Атомщиков. Берегите себя, будьте здоровы, работайте безопасно. Итоги дня охраны труда. Мы хотим поздравить всех энергетиков, всех работников станции с наступающим праздником. Новогодняя выставка продажи. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. В работе 32 энергоблока, в ремонте 3 энергоблока. Значит, суммарная мощность 26 875 мегаватт, суммарная выработка 199 188,9 миллионов киловатт-часов, что составляет 1,4%. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первой и второй энергоблоки нагрузка суммарная 2117 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Выработка электроэнергии за 24 дня декабря составила 1163 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 55 миллионов. С начала года выработано 18,6 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 612 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. По результатам ежегодного отраслевого конкурса Смоленская АЭС признана экологически образцовая организация концерна «Росэнергоатом». Торжественное чествование победителей состоялось в Москве 18 декабря на заседании Общественного совета «Росатома». Вручал награды генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. В преддверии профессионального праздника Дня энергетика корпоративными и отраслевыми наградами были отмечены работники и ветераны Смоленской АЭС. Своим ежедневным трудом они обеспечивают бесперебойное энергоснабжение страны, стабильную работу предприятий и несут свет и тепло в дома миллионов россиян. На собраниях коллектива и праздничных вечерах 18 и 22 декабря в ЦСУ «Нейтрино» в адрес атомщиков звучали слова поздравлений и благодарности. Творческие коллективы первичной профсоюзной организации САЭС и гости из Братской Республики Беларусь дарили им музыкальные подарки. Подводя итоги производственного года, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский отметил, что Смоленская атомная станция успешно выполняет поставленные государством задачи по выработке тепловой и электрической энергии при безусловном соблюдении требований безопасности. На Смоленской атомной станции квалифицирован, высоко квалифицирован коллектив, которые в своей работе доказывают, доказывают и всем доказывают, что мы можем выполнить любую поставленную перед нами задачу. За это им большое спасибо и вам, уважаемые друзья. Еще пожелать верить. Верить в себя. Верить в свою семью. Верить в друзей, в коллег. Верить в настоящее будущее верить в Смоленскую атомную станцию и в атомную улицу. Это наше с вами настоящее и будущее. И будущее нашей жизни. Самое большое богатство Смоленской АЭС – это люди. Директор атомной станции вручил заслуженные награды лучшим представителям трудового коллектива за вклад в повышение безопасности АЭС. За многолетний добросовестный труд на благо развития Смоленской атомной станции. Глава Десногорска Андрей Шубин отметил вклад атомщиков в совершенствование социальной инфраструктуры, реализацию экономического потенциала города, повышение качества жизни горожан. Особую благодарность он выразил генеральному директору концерна «Росэнергоатом» Андрею Петрову, благодаря поддержке которого в Десногорске инициативы горожан воплощаются в жизнь. Вы участвуете в многих проектах. Я скажу, в последнее время, вот за такой небольшой билет, около, без копейки, 100 миллионов. Это те проекты, которые у нас в городе. Вы наполняете областной бюджет федеральный более 4 миллиардов в год. Вы не забываете сельские поселения. Поэтому, как депутат 15-го округа, я скажу большое вам спасибо и низкий вам поклон за ваши труды. За высокие достижения в производственной и общественной деятельности почетной грамоты областной думы Михаил Васильевич вручил главному инженеру Смоленской АЭС Алексею Лещенко и заместителю главного инженера по инженерной поддержке Олегу Кужиньязову. Благодарственные письма областной думы ведущему инженеру Цеха ТАИ Валерию Мищенко и руководителю группы управления информацией и общественных связей Сергею Прокошкину. На праздничном вечере был продемонстрирован фильм о достижениях смоленских атомщиков. В этом году разыграна лотерея с призами. Отличным подарком стало выступление арт-ансамбля «Белорусы из Минска». В завершении праздника город озарился разноцветным салютом. На Смоленской АЭС подведены итоги дня охраны труда, прошедшего по теме «Нарядно-допускная система производства работ», «Состояние оборудования», «Маркировка», «Окраска оборудования», «Сигнальная разметка». Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. Замечания, которые были выявлены при обходе, они доложены, будут включены в заключительный акт по результатам обходов и переданы в подразделения для устранения. Вместе с тем была отмечена необходимость, безусловно, соблюдения требований безопасности на третьем энергоблоке, который выходит в завершающую стадию ремонта и большой объем пусконаладочных работ. Сегодня в преддверии профессионального праздника подводили итоги проведенного смотра конкурса на лучшее подразделение по вопросам охраны труда. И отличившимся подразделениям были вручены памятные вымпелы и грамоты. Был продемонстрирован ролик заключительный, который был организован и воплощен в жизнь нашими специалистами с управлением информации и связи с общественностью. Проект «Тебя ждут дома» с участием детей, наших работников, работников атомной станции, работников подрядных организаций. Ну и это явилось таким заключительным аккордом в нашем сегодняшнем совещании, где после того, что говорят дети по вопросам безопасности и ждут, безусловно, своих родителей, близких, ждут дома, сказать больше нечего. Берегите себя, будьте здоровы, работайте безопасно. Работники столовой номер один общества с ограниченной ответственностью «Смоленская АЭС-сервис» 20 декабря в очередной раз порадовали атомщиков новым оригинальным меню, организовав выставку продажи в столовой АБК. Вкусные подарки приурочили Гню Энергетика и Новому году. Каких только блюд здесь не было, разнообразие на любой вкус. Оригинальные салаты, вкусные вторые блюда, а для любителей сладкого – выпечка и десерты. Мы сегодня готовились к Новому году, к празднованию Дню Энергетика. Мы хотим поздравить всех энергетиков, всех работников станции с наступающим праздником. И в свою очередь мы приготовили кухню, чтобы вы попробовали наши новые блюда. Может быть, вы возьмете себе на заметочку, дома приготовите к Новому году. Посетители столовой с удовольствием отведали новинки и поблагодарили персонал за гастрономический праздник. Все не переставали удивляться, какими простыми в приготовлении могут быть блюда, которые выглядят, как в кулинарных телешоу. Вот уж действительно, в руках мастера любой продукт может стать произведением кулинарного искусства. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС с важными событиями из жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru. А также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»